СПАРЖА Всем привет! Добро пожаловать на нашу кухню! Сегодня у нас в меню спаржа. Сейчас весна и самое время приготовить этот прекрасный и очень полезный продукт. Я буду готовить сегодня спаржу самым лёгким и самым традиционным способом. Я буду делать её в духовке и кроме пучка спаржи, которая у меня приготовлена, я буду использовать оливковое масло, чёрный перец, соль, лучше брать крупную соль в данном случае, пару зубчиков чеснока мелко я измельчила и сыр пармезан. Вот, собственно, и всё. Начинать нужно с того, что мы обламываем кончики, которые такие грубые и мы их в пищу не употребляем. Где обломать этот кончик, это тут, в общем-то, гадать не нужно, потому что, когда вы пытаетесь согнуть, вот оно, спаржу, она всегда сломается в нужном месте. При этом, вот эти вот концы вовсе не обязательно выбрасывать, их можно использовать в приготовлении овощного бульона. И, значит, они тоже дадут и витамины, и своеобразный вкус. Вот сейчас я таким образом обработаю весь пучок, помою и к вам вернусь. Вот спаржа вымота и обсушена бумажным полотенцем. Теперь я беру противень, наливаем сюда немножечко масла оливкового. Я беру тёмное масло, такое салатное, со вкусом и запахом. Вот, промажу, значит, противень. И теперь выкладываем сюда спаржу. Выкладываем желательно вот так вот, таким, значит, чтобы одним слоем. Вот так примерно. И вот так выкладываем. Теперь посыпаем чесночком. Так, крупной солью. Между делом, духовка у меня разогревается до 420 градусов Афаренгита, или это примерно 215 градусов Цельсия. Сейчас вот чёрный свежемолотый перец. По вкусу. Примерно так. И сейчас ещё щедро польём оливковым маслом. Ну, если кто-то не хочет много оливкового масла, можно не так щедро. Но, поверьте, это вкусно и полезно. И, значит, готовить я это буду, ну, обычно 10-15 минут. Но сегодня у меня очень тоненькая спаржа. Она, кстати, бывает потолще, потоньше. Вот сегодня у меня вот эти вот стручки, они такие довольно очень тоненькие. Поэтому я поставлю сначала минут на 7, и потом посмотрю. И уже покажу им готовый результат, и скажу, сколько у меня это времени занимает. Ну, и, кстати, время готовки ещё зависит от того, кто как любит. Кто-то любит, чтобы она была мягкая совсем, а кто-то любит, чтобы она была немножечко такая твёрденькая и хрустящая. Итак, отправляем это в духовку. Моя спаржа простояла 9 минут в духовке. Я сначала поставила 7, добавила ещё 2 минутки. Вот она получается, ну, вот я люблю, чтобы она была не совсем мягкая, а всё-таки немножечко-немножечко такая вот твёрденькая. Теперь, как только вытащили из духовки, сразу посыпаем пармежаном. И он немножечко так сейчас подтает прямо на этой, на горячей спарже. Всё! Сейчас уже будем подавать. Подаю я спаржу обычно с лимоном, потому что уже непосредственно перед употреблением мне нравится сбрызнуть лимонным соком и будут ещё вкуснее. Это блюдо идеальный гарнир для мяса, для рыбы, для любой рыбы, для любого мяса. Очень вкусно и полезно. Сейчас самое время готовить спаржу. Сейчас весна ранее и сезон спаржи у нас в Америке и, насколько я знаю, в Европе. Вообще, спаржа – это, наверное, королева всех овощей. Когда-то она была доступна только аристократам. Сейчас все мы, простые люди, тоже можем есть этот прекрасный, полезный и вкусный овощ. Кстати, она, конечно, очень вкусна, вот если её только приготовили прямо сейчас есть. Но если у вас осталось на другой день, её тоже можно использовать в различных блюдах. Допустим, можно порезать и добавить в омлет, в любой салат зелёный. Можно добавить к пасте, к макаронам. Очень много идей, как можно использовать эту спаржу. Заходите на наш канал, подписывайтесь. Мы будем радовать вас новыми кулинарными идеями, рецептами. Оставляйте свои кулинарные идеи. Готовьте дома, готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!